До летних каникул у депутатов остается всего 20 пленарных дней. Не так и много, если учесть на какие большие компромиссы им предстоит пойти. Итак, какие решения все-таки могут быть приняты? Обсудим с нашими гостями. Алексей Гончаренко, замглавы крупнейшей фракции Блок Петра Порошенко. Здравствуйте, Алексей. И Владимир Фисенко, политический эксперт, сегодня пришли к нам в студию. Алексей, давайте с вас начнем. Андрей Порубий в очередной раз все-таки проанонсировал, что законопроект по антикоррупционному суду будет принят. Но вот в этот раз верить? Я думаю, следующая неделя в Раде будет антикоррупционно-судебной. Начиная с понедельника заседания комитета и вторник, среда, четверг рассмотрение поправок. И в четверг мы должны выйти на голосование в целом за этот закон. Хорошо, Алексей, если вы так в это верите, то объясните нам, как вы обойдете самую противоречивую норму этого законопроекта о возможности международных экспертов утверждать или не утверждать членов этого суда? На самом деле, это единственная позиция, которая сегодня еще не согласована. Я думаю, что мы сможем найти компромисс, он очевиден. Да, международные эксперты должны иметь право вета, но в то же время оно не должно быть абсолютным, потому что в таком случае нарушается украинская конституция, которая говорит, что все ветви власти формируют народ как источник власти в Украине, а не в любом, при всем уважении, иностранцам. Поэтому необходимо найти формулу, при которой их слово будет очень значимым, но в то же время это не будет нарушать ситуацию. Алексей, вы понимаете, что это, возможно, будет расценено нашими международными кредиторами как полунорма, как обман? Нет, мы не будем идти на варианты, при которых это будет встречное непонимание. Мы ищем пути договориться, окончательно договориться. И в том числе и с ними, хотя все-таки хотел бы подчеркнуть, что закон про антикоррупционный суд нужен не МВФ, не Евросоюз, а он нужен нам, Украине. Потому что ситуация у нас действительно с коррупцией очень сложная. Вот здесь я с вами соглашаюсь полностью. Владимир, как вы считаете, вот если рассмотрим такой вариант, компромисс по антикоррупционному суду нашими депутатами не найден, что тогда? Мы прощаемся с МВФ или нет? Ну, во-первых... Ну, в каком шаге мы от этой пропасти? Ну, мы, я бы сказал так, в двух шагах. Да, ну, можно оценивать немножко иначе эту дистанцию, но точно не на самом краю. Более того, я думаю, что шансы на принятие закона все-таки достаточно высоки. Более того, вот шансы на разумный компромисс вот по той самой норме, о которой сказал Алексей. Почему я так думаю? В понедельник, вот судя по сегодняшней информации, приезжают на заседание профильного комитета представители Венецианской комиссии, председатель и разработчик заключения вот по этому законопроекту. И мне кажется, вот как раз они будут участвовать в разработке компромиссного варианта. Сразу скажу, какой, скорее всего, будет компромиссный вариант. Это так называемое квалифицированное вето. То есть преодоление, либо, как вот было в предыдущем законе, ну, по Верховному суду, две трети состава квалификационной комиссии могут преодолеть вето экспертов. Либо могут увеличить до трех четвертей еще один вариант. Я думаю, что это был бы разумный компромисс. Но, тем не менее, у нас, знаете, страна непредсказуемой политики. Может быть, все, что угодно. Насколько я понимаю, во власти и в правительстве, и в администрации президента, и тем более в парламенте таких людей много, есть люди, которые считают, что сотрудничество с МВФ, оно создает нам больше проблем. МВФ от нас требует, ну, от власти украинской, требует непопулярных действий, непопулярных решений. Поэтому лучше отказаться. Но риски очень велики. Хорошо. А что тогда делать с рисками потерять европейские деньги? Европейские кредиторы уже вот неоднозначно намекают, что промедление с центры с Биркомом, да? Да, да. По центру с Биркомом, да. Да, с изменением состава комиссии может повлечь за собой финансовые последствия. Здесь что? Я здесь отмечу, здесь, я думаю, тоже будут искать компромисс. В июле должен быть саммит Украины-Евросоюз. Поэтому, вот мой прогноз, что постараются к саммиту, ну, либо в конце июня, либо в начале июля, но принять все-таки... Алексей, а ваш прогноз, постараются все-таки центры с Биркомом изменить? Или пойдем на выборы по старому, с мажоритарщиками? Ой, извините, я перешел на другую тему, да. Ну, первое, центр из Бирком. Центр из Бирком, связан с выборами, выборное законодательство. Мы пойдем на выборы с мажоритарщиками или нет все-таки? Ну, если мы говорим о выборном законодательстве, то тут никто не сможет вам дать ответ, потому что мы проголосовали изменения в избирательный кодекс 226 впритык. И мы понимаем, что без мажоритарщиков они составляют половину парламента, то есть будет очень сложно принять. Которым это не выгодно. Да, которым в своей массе не выгодно, и которые в массе своей не поддерживают это. Будет крайне сложно принять эти изменения. Но шанс определенный есть, я не хочу его оценивать, знаете, 50 на 50. Надо как минимум попробовать, потому что Украина в принципе нуждается в более качественном избирательном законе, более отвечающем реалиям Украины. Дело не в том, что мажоритарка плоха сама по себе. В Англии мажоритарка 100% во Франции мажоритарка 100%. Это что означает, что это не демократические страны, которые мы должны поучить, как им жить. Там голосуют по-другому и считают по-другому. Но нашим условием сегодня эта система, мне кажется, можно найти лучшую систему, поэтому я голосовал в первом чтении за избирательный кодекс, но сможем ли мы его окончательно проголосовать, я не знаю. Но я не хотел бы, чтобы мы дискутировали так, как будто это ключевой вопрос. Идеальной схемы выборов нет в мире. Хорошо. Найдите хотя бы тогда просто лучшую, не идеальную, да, наверное, она нам нужна все-таки. Лучший враг хорошего, как говорят, да. Возможно. В прошлом году, вот уже в конце весны корректировали бюджет года. Что в этом году? Какие-то будут внесены туда изменения? Особенно, конечно, интересно всем нашим зрителям изменения в социальных каких-то вопросах. Мы ожидаем плановое повышение минимальной заработной платы, которая была предусмотрена на конец года. Что касается изменений возможных, то по итогам 9 месяцев, то есть уже осенью, возможен пересмотр бюджета. Но это, еще раз повторюсь, будет по итогам 9 месяцев. Очень многое зависит от конъюнктуры, которая сегодня сложится на мировых рынках, в том числе на агропродукцию. У нас начинается скоро уборка, и Украина будет очень опять серьезным экспортером. Но нам необходимо понимать, какие сложатся мировые цены. То же самое касается рынка металла, поэтому сегодня говорить очень сложно. То есть раньше осени изменений уже не ждем? Владимир, один из самых важных документов, пожалуй, принятых в этом году парламентом, это закон о дипломатической службе. Многие эксперты говорили хором о том, что он позволит развить, улучшить нашу дипломатическую службу. Президент его витировал, потому что там нашел несколько спорных моментов. Что дальше? Как вы думаете, депутаты вернутся к этому вопросу, и насколько нам нужен все-таки эти изменения? Я думаю, что закон нужен. Я, к сожалению, не могу комментировать мотивы витирования. Думаю, что, скорее всего, речь идет о доработке этого закона. Иногда так бывает, что уже после того, как парламент утвердил закон, возникли новые предложения. И, скорее всего, это техническое вето для доработки этого закона, для внесения новых норм. Так что, я думаю, что здесь нет каких-то принципиальных... Алексей, вы вернитесь к этому вопросу? Я думаю, да. Потому что сегодня мы реально понимаем, что наряду с фронтом, который есть на Востоке, есть еще дипломатический фронт информационный, и дипслужба сегодня на переднем краю. И они нуждаются в новом законе. И президент, я уверен, подпишет законопроект, который мы примем. За базу будет тот законопроект, который есть, но действительно с некоторыми уточнениями. Понятно. Спасибо. Вот почему так важен новый закон о дипломатической службе? Я прямо сейчас буду говорить об этом со зрителями. Вас пока благодарю за участие в нашей программе. Владимир Фисенко, Алексей Гончаренко. Спасибо, что пришли.